Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет. Я пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребят. Хочу собрать телефон, который мне прислал Rehards. Вот ссылка на эту посылочку, как я ее вскрывал. Заходите, смотрите. Nokia 6310i. Не знаю, что с телефоном. В рабочем, не в рабочем состоянии. Вот такой приехал конструктор Lego. Сейчас будем аккуратно смотреть, что оно из себя представляет. Вот такой вот телефончик. Ну, вроде все в оригинале. Вот здесь, по идее, должна стоять качеля громкости. По идее, вот так, ребят. Или на плате. Сейчас буду смотреть. А, скорее всего на плате. Вот так. Так, и как, и как, и как. И как бы, как бы, как бы. Вот так. О! Встала она на свое посадочное место. Кнопка присутствует. Так, Modern Germany 6310i. Заглушечка на месте. Клавиатурочка на месте. Так, здесь, что у нас? У нас дисплейный модуль. Вот микрофон. Так. Сейчас мы с вами сделаем ему легкую косметику. Так, достаем спиртяку. Пек. Теперь нам понадобится зубная счетка. Сейчас мы дисплейчик с вами протрем. Чтобы он не был потрепан. Тут маленькая такая плямочка была. Так. Аккумулятор я подготовил. Ну, вроде так, телефон как новый. Не знаю, почему он разобранный. Так. Сейчас найдем голову. Который будем крутить. Так. Вот она, шестая голова. Т6. Так. Теперь. Немного спирта. И что мы с вами сделаем? Мы с вами очистим вот эти вот места. Это самые грязные места в этих телефонах. Из моей практики. Здесь постоянно собирается грязь и мусор. И сразу начинается сыпаться грязь. Аккуратно все прочищаем. Самое главное, не знаю, тут крепление не отломанное ли. Потому что при неправильном разборе корпуса обычно страдают вот эти вот крепежки. Это опять же, это уже из опыта. Как говорили, умный опыт не пропьешь. Потому что уже один раз ручками собрал какую-то, разобрал модель. А на тебя ты уже с закрытыми глазами ее можешь собирать и разбирать. Эти модельки прикольные. Вот здесь еще лежит такая мягуха. Для того, чтобы аккумулятор не болтался в процессе. Так. Здесь можно вытянуть вот эту заглушку. Пройтись спиртом. Ребят, если разряжает голос, просто вы выключайте. Некоторые просят, чтобы я рассказывал. Некоторые бесят. Поэтому не знаешь, кому как угодить. Поэтому, если я вас выбешиваю, чисто убрали громкость. Если не выбешиваю, напишите мне обязательно в комментариях, чтобы я знал. Чтобы героев страна знала в лицо. Так, одели. Теперь делаем чуть-чуть. Искупаем резиночку в спирте. Вот так. Она будет красивенькая. Вот она. Заодно сразу прошла дезинфекция. Так. Теперь что? Теперь смотрим бузер. Дай бог, чтобы только бузер был целый. Ой. Слава богу, что он закрыт. Это вообще класс. Все отлично. Значит, вот так его. Одеваем его в посадочное место. Так, а почему он не одевается? Кто мне скажет? Кто подскажет? Одеваем его вот так. Все, вроде одели. Теперь, теперь делаем легкую протирку вот этому товарищу. Вот здесь, где клавиши, здесь от времени, вот видите, собирается много кизяков. Эти кизяки мы должны с вами поубирать. Вот они все убираются. И ватал такая становится грязная. Когда говорят, нет, он все чистый. Нет, ребят, он не чистый. Так, дальше. Вибрик. Как же нам тебя поставить, дорогой? Получается, что контактами вперед, да? Вот так. Нет, что-то я неправильно. По идее, он должен лечь. Но вот эти контакты должны быть вверху, насколько я понимаю. Значит, вот так. О! По идее, вот так должен быть. И над эту полянку он должен прилечь. Вот так. Так, дальше. Музыкальный бузер. Он же юзер, он же бузер. Должен становиться, по идее, вот так. Конструктор от компании Nokia. Лего называется. Вот это что-то... Вибражка у меня не хочет становиться. Так. И как дальше теперь? Может, я что-то неправильно делаю? Двоем, 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 двоем. Так, не пойму. Что-то не хочет он становиться в свой кожух. По идее, кожух вот так должен стоять. Раз. В него должен встать. Можно вообще наоборот. Да нет. Но тут он уже должен крутиться. Ну, вот так. Правильно? Правильно. Здесь должен встать бузер. Вот так. А вот здесь... Ну, по идее, правильно встал, ребят. Так. Теперь... Теперь нам надо собрать клавиатуру. Так, клавиатурка чуть-чуть грязная. Сейчас мы ее протрем. Уберем от запахов следов кофеина. Скорее всего, кофе. Так. Убрали, убрали, убрали. Так. Вот так, чистенько. Так, отлично. И одеваем его вот сюда. Вот что мне бесит, вот этот вибрик. Вот хоть ты меня... Почему он не ложится? Или там выломали крепление? Ну, вот он должен, по идее, прижиматься этим. Получается, что выше он должен быть. Сейчас протянем выше. Вот так. И во, все, придавили. Так. А теперь тут должен стоять антенный модуль. Вот так. И скорее всего, вот этим винтом должен быть прикручен. Потому что четыре одинаково, а этот выбивает. И все общие массы. Так, попали. И теперь аккуратненько закручиваем. Дай бог, чтобы он вообще работал. Не получилась такая петрушка, что мы сейчас его, ребята, с вами соберем. А в итоге получим какой-то залученный труп. Это будет, конечно, облом. Так. Ну, вроде собрал. Так. Что, пробую наживлять винты. Самое главное, ребята, в этих телефонах нельзя сильно придавливать. Потому что там стоят вот эти вот направляющие с металлическими штучками. Они могут в любой момент у вас треснуть. Поэтому просто аккуратно доживили, наживили, доживили, наживили. Вот сказал. Все, не идет. До легкого упора. Все. И не надо. Есть. Вот. Так. И вот этот. Наживили, доживили. Есть. Ну что. С боженькой. Не знаю, включится он или нет. Это физгармоника. Поехали. Инсерт сим-карт. Включился. А ну, голубая подсветка. Да, ребят, голубая подсветка. Отлично. Давайте теперь сейчас возьмем сим-карту. Я, по-моему, брал. Да. Вставляем сим-карточку. Есть. И пробуем включать. Батарейка вообще слабая. Велкомен Белты Мобайл. Так. Время у нас сейчас 14.52. Ок. Дата, бог ее знает. Ну, ставим так, от фонаря. 24. 10. Живу как на необитаемом острове. Дат не знаю. Так. Рэмэмбе. 20.10. Какой-то там 62 года кому-то. Ну, смотрите, ребята. Водофон. ЮА. Симка увиделась. Отлично все. Телефон полностью, я так понимаю, в рабочем состоянии. Боюсь, чтоб не вырубился. Давайте зайти в меню. А, у нас же есть даже, вот смотрите, кнопка. Так, заходим в меню. Выбираем профили. Outdoor, самые громкие. О, теперь он пикает. Пробуем сделать контрольный, позвонить. Ребят, все работает. Отлично. Так, теперь давайте посмотрим. 0.485. И посмотрим его лайфтаймер. 92.7.0.26.89. Решетка. Значит, имей 0.485. Последние цифры. Сделан в 2003 году. То, конечно, плохо, чтоб поцарапан. Ребят, нет у нас, прикиньте, лайфтаймера. У нас только есть год 2003. И серийный номер 0.485. Смотрим. Смотрим. 0.485. Ребят, все в идеале. Корпус соответствует начинке. Все. Теперь нахожу аккумуляторный, оригинальный. У меня штук 10 есть. И выставляю его на продажу. Вот такой телефончик у нас сегодня получился. Отдельный обзор на данную модельку я сделаю не за горами. В течение дня, думаю, сегодня запилю. Ставим пальчики вверх. Подписываемся на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok